всем привет дорогие мои подписчики я надеюсь что моя аппаратура сегодня сработает нужным образом я использую совершенно новую камеру и также новый трансмиттер для своего звука который собственно говоря совершенно беспроводной поэтому давайте попробуем снять видео с новой техникой сегодня я хочу поговорить на тему о домашнем насилии на это видео меня натолкнула моя хорошая знакомая извиняюсь за посторонние звуки здесь рядом со мной санька бродит он что-то нюхает в моей комнате и естественно фиркет санька это моя собака для тех кто недавно подписался я хочу поговорить сегодня о травматических связях для того чтобы жертвы домашнего насилия или не всегда жертвы домашнего насилия чтобы люди понимали каким образом это работает и почему человек не может принять какие-то решения своей жизни уже даже расставаясь с насильником мы работали с ней достаточно долгий период времени и а в принципе на протяжении этого времени она всегда жаловалась на то что у нее крайне неудачное положение в семье она всегда обсуждала то как у нее это все складывается я ей в принципе сразу сказал что от этого нужно уходить ее ответом и мотиватором для продолжения этих отношений было то что я выходила замуж не для того чтобы разводиться таким образом под под этим девизом она прожила лет двадцать с лишним вместе с этим человеком именно поэтому я не всегда считаю что если люди прожили совместную долгую жизнь эта жизнь обязательно была счастливой то есть либо кто-то кого-то изводит в этих отношениях я не говорю что все отношения настолько дисфункциональны я просто говорю о том что подобное есть не всегда длинные отношения у людей когда они прожили 20 или 30 лет говорят о безоблачном счастье в доме итоге в отношениях вырос парень мальчик у них есть мальчики они учатся поведению своих отцов и со временем они начинают это вносить уже свою будущую жизнь когда они приобретают партнерш все это продолжается как какой-то замкнутый круг и так сегодня я буду говорить о травматических связях почему я об этом заговорила потому что даже сейчас уже в процессе развода при всем при том что это он от нее ушел не от на не она от него ушла расстались они уже полгода тому назад он выехал из дома и вот все эти полгода она вместе с ним колбасится и не знает куда же ей пойти то есть настолько как бы человек не может принять решение то есть несмотря на то что и все говорят тебе нужен психолог для того чтобы от этого избавиться тебе нужно пойти и нанять например адвоката для того чтобы у вас не было постоянных конфликтов которые случаются в доме она вроде бы как это все слышит но она никак не может принять решение для того чтобы перешагнуть как бы через свой собственный страх и пойти все это сделать и вот уже полгода он ее изводит своими приходами уходами у него уже есть другая женщина причем она меня даже пришла и спросила она говорит это будет нормально если я ему положу открытку с новым годом ну мерри крисмас она сама канатка кстати я сказала какой мере крисмас говорю человек над тобой издевается говорю он тебя не уважает а ты пытаешься положить ему открытку более того она заносит до сих пор ему почту я сказала мне очень странно что ты это делаешь потому что в принципе человек взрослый и он мог запрос может запросто нести ответственность за свои поступки то есть если он ушел полгода тому назад стоит просто прийти в пост офис дать им 20 долларов и перевести свою почту на новый адрес той женщины с которой он сейчас живет вместо того чтобы гонять тебя туда-сюда но в принципе здесь речь ведется о контроле над тобой поэтому он будет продолжать делать и ты будешь продолжать делать то что ты делаешь он будет продолжать я то что он делает что такое травматическая связь это когда вы лояльны к тому кто кто действует в отношении вас разрушающим способом или человек который вас использует эту травматическую связь также знают еще и под другим названием которым является стокгольмский синдром все о нем знали здесь у меня открыто сбоку энциклопедия википедия в данном случае давайте я сейчас вам прочитаю непосредственно о чем говорится что такое стокгольмский синдром по моему его первое писание когда захватили банк по моему в стокгольме это было в 1973 году стокгольмский синдром термин популярной психологии описывающий защитную бессознательную травматическую взаимную или одностороннюю симпатию возникающий между жертвой и агрессором в процессе захвата похищения или применения или угрозы применения насилия под воздействием сильного шока то есть сильного шока заложники начинают сочувствовать своим захватчикам оправдывать их действия и в конечном счете отожислять себя с ними перенимая их идеи считая свою жертву необходимой для достижения общей цели есть такая же вещь как бытовой стокгольмский синдром возникающих домашних семей на бытовых отношениях является второй наиболее известной разновидностью стокгольмского синдрома еще пару вещей вам зачитаю исследователи полагают что стокгольмский синдром является не психологическим парадоксом и не расстройством или синдромом каким-то а скорее всего запомню ребята вот есть вот ключевое слово нормальной реакции человека насильно травмирующие психику события стокгольмский синдром он естественно может проявляться уже даже в течение после трех дней представляете после того как произошел такой захват психики жертвы я молчу про то что человек прожил 20 с лишним лет подобных отношениях наносит просто катастрофический урон на ее психику а как определить что жертва имеет синдром вот этот стокгольмский синдром или вот эту травматическую связь со своим насильником первое защищает насильником вот многие очень слышали и кстати даже если что что в милиции очень часто говорят вот вы сейчас напишите заявление да и через буквально неделю вы заберете и у вас опять будет все хорошо а мы мол в это дело как бы вмешиваться не будем необходимо образовывать полицию или другие какие-то органы опеки детей например органы социальные которые помогают жертвам в подобной ситуации необходимо их образовывать что такое стокгольмский синдром и естественно в первую очередь полиция она должна быть образована в том плане что если жертва сначала пишет заявление потом забирает заявление это просто проявление стокгольмского синдрома они потому что она как говорится без царя в голове во вторых жертва может не видеть насилие которое случилось то есть она живет здесь это состояние называется динайл динайл это когда вы и вроде наблюдаете какие-то события но живете в каком-то совершенно отрезанном от реальной реальности участке времени и вы собственно говоря его даже не замечаете это тоже еще одна реакция человеческого организма на домашнее насилие часто жертва может брать ответственность на себя за происходящее и сказать что я его спровоцировала и значит это все была моя вина я не была достаточно осторожна не могут говорить то есть я знаю как что ему нравится что ему не нравится но я как бы спровоцировала его тем что я не была достаточно осторожна некоторые женщины умудряются характеризовать подобное поведение фразой это мой крест и я его несу она может относиться к тем кто пытается ей помочь с негативом именно поэтому я всегда говорю что видео про домашнее насилие или нарциссизм который я снимаю на своем канале они могут все таки иметь негативный эффект некоторые относится крайне негативно и тут у меня значит значит только две реакции может быть либо это человек сам насильник либо эта женщина которая живет вот в таком динайл динайл это как полное отрицание реальности того что с ней происходит потому что у нее идет эта защитная реакция и не комфортно когда кто-то открывает глаза на ситуацию в ее доме жертвы такие имеют позитивное отношение к насильнику то есть он их как говорится захватил да и они начинают даже отстаивать его идеи и иметь позитивное отношение к подобному человеку что в принципе по своей сути является нонсенс но уже что есть то есть также стокгольмским синдромом страдают люди у которых нет необходимого необходимой реакции на насилие то есть где-то с детства у них не выработали реакцию на то что если человек как насильник ведет себя неправильно этот человек не может адекватно отреагировать на насилие будет ли это эмоциональная физическая сексуальное насилие на которое она просто не может отреагировать адекватно в основном это берется все из детства кстати привет детство как говорится несмотря на то что я обратилась психологу я поговорил в данном случае о себе психолог мне сказал что у меня очень хорошая защитная реакция того что что, может быть, было в детстве. Я не буду скрывать, что мой отец — это нарцисс. Я, кстати, проанализировала вообще всю ситуацию, систему его развода с моей мамой, когда они разводились, мне было 6 лет, и я много что помню из происходящего. Я могу отметить, что да, скорее всего, моим процессом выбора нарцисса в жизни это было то, что я, наверное, шла всё-таки к тому, что мне было знакомо подсознательно, то есть мне было знакомо ощущение вот такой вот любви, которую имел мой отец — нарцисс, и я, наверное, к ней тянулась. Слава тебе, Господи, что во всём этом я разобралась. Никогда не поздно начинать разбираться, допустим, в каких-то своих отношениях, и почему вы делаете один или другой выбор. Как я уже говорила, я не снимаю с себя ответственности за то, что я выбирала таких партнёров, и об этом именно и сейчас говорю. То, что нарцисс является нарциссом, — это одно. И я снимаю видео о том, как их можно разглядеть и каким образом не впутываться в эти отношения. Совершенно другая серия видео у меня будет, как выходить из этих отношений, каким образом всё-таки изменить саму себя для того, чтобы не вступать в эти отношения, для того, чтобы вам эти люди перестали нравиться. Все нарциссы, психопаты, borderline, personality disorders, которые существуют, они все идут через определённые циклы насилия. Для чего они это делают? О цикле насилия я уже говорила на своём канале, когда я говорила, как я уходила от домашнего насилия. Для чего они это делают? Делается это для того, чтобы обрести контроль над жертвой, то есть контроль над своим партнёром. И делается это для того, чтобы жертва в итоге никуда от них не делась. Каким образом это происходит? Каким образом зарождается вот эта вот болезненная связь с насильником? Они пытаются вас вознаградить за ваше хорошее поведение. Ну, то есть как в цирке тренируют собачку. «Ты сделаешь это, я тебе дам конфетку». Определённое какое-то хорошее поведение, которое они считают хорошим, они вас за это вознаграждают. И когда это происходит, у них формируется вот такая очень сильная связь. То есть сегодня я тебе дам конфетку, завтра я тебя накажу. Опять конфетку накажу, конфетку накажу. И вот этот вот эмоциональный роллеркостер, а очень часто зависимые люди, они бывают адреналинозависимыми. Это то, что мне сказала мой психолог, что я адреналинозависимая, но я не являюсь созависимой. То есть там есть разные направления, почему именно люди привлекают нарциссов в свою жизнь. Я, скорее всего, являюсь человеком, который позволяет нарциссу вести себя так, как он ведёт. Потому что я имею склонность разворачиваться, уходить и не обсуждать какие-то темы. На самом деле это неправильно, это необходимо делать. Это моя ошибка была, что я просто вижу, что человек, например, несёт какую-то ерунду, и я понимаю, что ко мне это не относится. И вместо того, чтобы говорить, что нет, я это слушать не буду, мне это не нравится, и ко мне это не относится, я позволяла человеку это делать. Я разворачивалась и уходила. И, в общем, это была моя ошибка. На самом деле, в следующий раз буду высказывать, никаких проблем у меня с этим тоже нет. Обычно жертву, когда хвалит, она начинает свято верить, что да, действительно, так оно и есть, меня любят, меня ценят. То есть она каждый раз… А понимаете, это отношение, когда человек постоянно живёт в состоянии надежды. Она всегда верит в то, что что-то изменится, что-то будет лучше. То есть она постоянно придумывает себе какие-то надежды, которые она думает, её партнёр оправдает. На самом деле, ничего подобного никогда в жизни вообще не произойдёт. Это именно то, что, знаете, как есть такая поговорка, надежда умирает последней. К сожалению, это правда. У некоторых надежда не умирает за 20, 30, 40 лет. Жертва постоянно надеется на то, что вот он сейчас исправится, в итоге ничего не происходит, человек опять срывается, уходит вниз. И таким образом, как бы, жертва постоянно находится в состоянии какой-то надежды и какого-то ожидания, что вот-вот оно сейчас исправится. Такие эмоциональные американские горки, на которых вы катаетесь, это и устанавливает очень мощный контроль и очень мощную зависимость от своего насильника. Именно вот эту самую травматическую зависимость, о которой я говорила. Те акты доброты, которые они используют в отношении своих жертв, они стратегически точно расположены на карте действий. То есть они не просто так вдруг стали добрыми, вдруг стали помыли посуду или купили вам какой-то подарок. Это не просто так происходит. Это всё стратегически точно расположено на карте. То есть в итоге ничего не изменится. Это я рассказываю тем, кто всё ещё живёт в надежде на то, что что-то где-то исправится. Ничего нигде не исправится. Это стратегическая война, которая ведётся против другого человека для того, чтобы держать над ним полный контроль. Что я могу сказать о жертвах домашнего насилия? Им очень может не нравиться ситуация, в которой они застряли. Эта ситуация просто для них кажется безвыходной. Если особенно есть дети или, допустим, есть финансовая зависимость, а ведь они очень сильно любят именно финансовую зависимость вгонять людей. И кроме того, если есть дети, нужно быть уверенным в том, что не нужно быть уверенным, а это факт. Нарцисс обязательно использует детей в своих интересах. Собственно говоря, он никогда не любил и не любит детей. Ему важно использовать их как предмет, воздействие на вас. Это вполне естественный процесс. Это будет происходить и к этому нужно быть готовым. Также нарцисс может сорвать ваше получение образования какого-то или новой работы. То есть человек может даже... Я слышала с ситуацией случаи, когда человек даже приходил под работу или звонил сотрудникам на работе, рассказывая ужасные истории про свою жену. Я об этом тоже слышала. Для меня это, конечно, дикость, но некоторые люди это действительно делают. То есть человек может сорвать и саботаж все, что, допустим, у вас есть. Это может быть, кстати, касаться и финансовой стороны. И я являюсь ярким примером того, как это происходило у меня. То есть человек пытался меня финансово утопить. Это такие люди, которые пытаются испортить практически все, 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 все в вашей жизни. То есть человек, когда появляется у вас в жизни, очень часто жизнь может напоминать просто катастрофу. Вы не будете успевать ловить, допустим, какие-то неприятности в этой стороне или в этой стороне. И это все потому, что человек постоянно создает драму, которую он так сильно любит в этой жизни. И еще коснемся мы к тому, что нарциссы очень часто создают конфликты между вами и вашей семьей, и вами, и вашими друзьями. Если вашему партнеру не нравятся ваши друзья, вот у тебя подруга кривая, там еще кто-то кривой, мать у тебя не такая, отец у тебя не такой, обратите, пожалуйста, на это внимание, потому что в итоге человек начнет вас изолировать от этих всех людей. А изолирует он вас только с одной единственной целью для того, чтобы обрести над вами все поглощающие контроль. В итоге эти отношения выльются в очень-очень-очень плохие отношения. Их проще разорвать сейчас, это будет нелегко, это будет сложно, вы поплачете какой-то период времени. Это вполне нормальная реакция на разрыв отношений. То есть неприятно? Конечно, неприятно. Но впоследствии вы увидите, что в итоге его будущий партнер, который у этого человека будет, он очень сильно пострадает эмоционально. Лучше уйти и найти себе того партнера, который действительно будет вас ценить и уважать. Очень часто может происходить ощущение, что вы вообще сходите с ума. То есть он пытается, у него есть какая-то своя реальность, в которую он свято верит. Эта реальность к вам совершенно не относится. И он пытается этой реальностью задавить вас, то есть объяснить вам, что именно у него реальное вот это ощущение, вы знаете, и вот вы, вы не имеете зелёного понятия о реальности вообще, что происходит. Именно поэтому я всегда говорю, что необходимо иметь баундер, из-за необходимо иметь так называемый стержень внутри себя самой, для того, чтобы человек не смог сбить вас с ног. Потому что как только вас сбивают с ног и вам говорят, вот здесь ты была не права, здесь ты была не права, здесь ты была не права, то есть всегда ваша вина во всём, это уже большой красный флаг, если человек вас винит во всём. Ещё раз хочу объяснить, почему я так говорю. Потому что человек токсичный, с которым вы имеете токсичные отношения, когда происходит конфликт между двумя здоровыми людьми, значит, здоровый человек, здоровый партнёр, он всегда будет пытаться выяснить не отношения, а выяснить, что не так было в ситуации, как эту ситуацию можно исправить. Человек, который токсичный, он начнёт обвинять вас и моментально защищать себя. Девочки, которые встречаются с партнёрами сейчас, которые ещё не вышли замуж, обратите, пожалуйста, внимание. Мне даже мой психолог сказал, жди первого конфликта и посмотри, каким образом он решает проблемы в конфликте. Потому что, если человек пытается разрешить конфликт и не винит тебя, а просто смотрит на ситуацию и пытается её решить, это правильный партнёр. Если человек начинает защищаться и сразу же перевешивать всю вину на вас, этот человек является токсичным человеком. Не стоит с ним развивать отношения. Разрыв отношений, как я уже сказала, нелёгкий. Когда человек или жертва разрывает подобные отношения, ей становится очень сложно на душе. У меня этого не было, потому что я несозависимая. В данном случае я говорю о созависимости и вот этой травматической привязанности, которая есть у некоторых жертв своим партнёрам. Что происходит? Когда жертва разрывает подобную связь, она чувствует такую боль внутри и такую потребность видеть этого человека снова, снова и снова, что она даже не может понять, откуда эта боль идёт. Дело в том, что вот эта подобная травматическая связь, она приблизительно по своей интенсивности ощущений, как и связь с наркотиками, дорогие мои. Почему это происходит в нашем организме? Я не психолог, и я не врач, но я на 100% знаю, что у нас, когда мы общаемся с подобными людьми, вырабатываются определённые гормоны от вот этой вот всей, вот этой вот роллер-костер, от вот этого всего нездорового отношения в семье вырабатываются определённые гормоны, там кортизолы. Если у меня есть врачи, они могут запросто описать, что в процессе стресса вырабатывается адреналин, правильно? Почему нас называют адреналинозависимыми? И, соответственно, адреналин, он, это как наркотик получается. Очень многие люди живут на нём с большим удовольствием, ребята. Поэтому, когда вы уходите от своего партнёра, от таких созависимых отношений, у вас очень даже может быть плохое состояние, вам может быть настолько плохо, приблизительно точно так же, как и плохо наркоману, когда у него отобрали наркотик. Это очень болезненное состояние. Почему я об этом говорю? Я хочу, чтобы жертвы понимали, что с ними это может происходить. Если у вас такое есть в этой жизни, если вы расстались, и вам очень-очень плохо, вы плачете прямо день и ночь, и вы не знаете, с какой стороны найти себя, и каким образом это всё дело обстоит, попробуйте, ребята, найти психолога или какую-то помощь. Вам необходима здоровая поддержка. Если у вас есть здоровые отношения с вашей подругой, мамой, бабушкой, папой, кто бы не был в вашей жизни, кто сможет опустить вас реально на жизнь и показать, что заземлить вас, как говорится, потому что человек-насильник, он имеет свойство отрывать вас от реальности, и он хочет, чтобы вы жили в его болезненной реальности. Когда подобное происходит, вы не живёте, всё, вас оторвали от этого мира, вы чёрти где, но только не в этом реальном мире. Поэтому вам необходимы люди, которые смогут вас заземлить. Поэтому ещё раз говорю, здесь, например, для этого есть определённые социальные службы, которые помогут вам выйти из этого и помогут вас заземлить. И, естественно, не общаться с ним. Нужно полностью прервать любое общение, потому что каждый раз, когда вы общаетесь с человеком, это ещё раз его контроль над вами, он считает, что он этот контроль имеет, и он имеет право опять-таки вами манипулировать. Причём, если вы вернётесь после подобного проявления своей слабости, контроль над вами ужесточится раз в десять. Ничего хорошего из этого не будет. Это отношения, которые ведут в никуда. Независимо от того, как бы вы старались или вы не старались, ничего хорошего из этого не получится, к сожалению. Я надеюсь, что это видео помогло понять, почему у жертвы и насильника устанавливается настолько сильная эмоциональная связь, причём это только одна из нескольких эмоциональной связи, которые могут быть между жертвой и насильником. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока. Я надеюсь, что это видео вам хоть каким-то образом помогло. Спасибо за внимание, пока-пока.